На островах благоустроили общественные пространства, а также отремонтировали дворы и подъезды. Какие еще объекты обрели новый облик? Как нововведения меняют жизни сахалинцев? Об этом не только вы узнаете прямо сейчас. Здравствуйте, с вами программа «Квадратные метры» и я ее ведущая Елена Лим. В текущем году отремонтировать 4000 подъездов в Сахалинской области такая амбициозная цель стояла перед специалистами жилищно-коммунального хозяйства. Она была перевыполнена. Благодаря активному участию самих жителей многоквартирных домов преобразить места общего пользования удалось не только по стандартам. Многие сахалинцы вносили свою лепту, благоустройство. В подъездах стали появляться цветы, картины и зеркала. У нас есть муниципалитеты, которые уже достигли эту планку. И можем сказать, что это на территории Курийских, Савов, Тамари, АХ. Кто-то уже пошел с перевыполнением. В областном центре произвели ремонт более чем 2000 подъездов. Однако на этом островные власти не остановятся. Порядок приведут все места общего пользования. Безусловно, мы не останавливаемся на достигнутом. В следующем году губернаторам поставлена задача в целом завершить совместное министерство ЖКХ, муниципалитетам, управляющим компаниям, решить вопрос по ремонту всех подъездов, которые требуют ремонта на территории региона. Мы планируем сейчас еще 3000 подъездов сделать. Поэтому призываем сейчас жителей еще раз обращаться. О необходимости ремонта своего подъезда сахалинцы могут сообщить, позвонив на горячую линию Министерства жилищно-коммунального хозяйства, обратиться к депутатам или в администрацию муниципального образования. За ходом проведения работ можно наблюдать в интерактивном режиме геоинформационной системе. Там включены все многоквартирные дома, где ведется ремонт, а также те, где работы завершены. Также размечена информация об условиях договора проведения мероприятий и дата подписания акта выполненных работ. Соответственно, то, что у нас будет планироваться сейчас по их выполнению на следующий год, например, это все можно будет увидеть и поставить в план. Поэтому тоже можно параллельно будет отсматривать данный ресурс и, соответственно, представлять информацию. Информацию в той части, что если что-то вдруг у нас не вошло. На благоустройстве подъездов улучшение жизни сахалинцев не остановилось. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства в текущем году также навели порядок в 101 дворе. Все пожелания жителей были учтены в полном объеме. Требования сахалинцев были несложными. Минимализм и удобство. Это ровное покрытие пешеходных тропинок, малые архитектурные формы, скамейки и светильники. В основном люди просят что-то простое, для того, чтобы им было удобно во дворе. Их не интересуют какие-то грандиозные сооружения, такие, как, скажем, альпийские горки, либо еще что-то. В основном это обычные потребности жителей, чтобы им было удобно выйти во двор и, значит, посидеть на лавочке, выйти с подъезда, пройти по дороге, чтобы не спотыкаться, а сломанное, значит, асфальтовое покрытие, либо, значит, вообще не месить грязь и ходить нормально, чисто заходить в подъезд. Работа по согласованию разработки и формированию эскизных проектов специалисты провели еще в прошлом году. Мероприятия осуществлялись с помощью федерального и областного бюджетов. Для того, чтобы во дворе провести ремонт, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования или позвонить на горячую линию Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Прежде чем заходить во дворы, значит, все эскизные проекты были согласованы с жителями. Жители участвовали в отборе этих, значит, эскизных проектов. Они определяли, что им нужно, проводилось голосование и общим собранием принимались решения и утверждались эскизные проекты. И потом, значит, эти проекты были реализованы. В 2023 году ремонт дворов. Произведен ямочный ремонт в 1323. Сделан капитальный ремонт по ФКГС в 60. По программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке» в 41. Благоустройство коснулось и общественных пространств. В текущем году обновили 25 территорий общего пользования. Среди них сквер на перекрестке улиц Пуркаева и Мира в областном центре и набережная в Невельске. Все объекты были выбраны жителями Сахалинской области еще в прошлом году во время голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проект обустройства парка Янтарного в Долинске принимал участие и стал победителем всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах Дальневосточного федерального округа. Этот конкурс проводился по инициативе президента Владимира Владимировича Путина. Три других проекта, которые также победили в конкурсе, будут реализованы в 2024 году. В Корсаковском районе благоустроят набережную реки Корсаковка. В Курильском городском округе появится сквер танцующих деревьев. А в областном центре новый облик приобретет набережная реки Рогатки. Еще одну масштабную программу реализуют в 2023 году. Перевод котельных островного региона на голубое топливо. В сентябре были запущены две крупных котельных. Это на юге котельная на улице Больничной и на севере в Александро-Сахалинском. Также была запущена котельная в Акарове. В Корсаковском и Долинском районе монтируют еще 15 котельных, 14 из которых на сетевом газе. Сейчас в разной степени готовности эти котельные находятся. Буквально поступает оборудование, проводятся сети, проводятся работы внутри площадки. Поэтому планируется, что к концу года эти котельные будут смонтированы в Корсаковском и Долинском районе. И в следующий отопительный сезон эти котельные как раз будут работать на нужды населения и социально-бытовой сферы. Также в 2024 году появится еще 15 котельных в Паранайском, Александровском и Сахалинском и Тымовском городских округах. В Анисском районе до начала следующего отопительного сезона будет построено еще 4 энергообъекта. Работа по переводу котельных на газ также будет продолжаться. И в следующем этапе у нас предусмотрены такие районы, как Омск, Невельск. Обязательно перевести все угольные старые котельные на новые современные котельные. И следующим этапом будет модернизация инженерных сетей. Те объекты, которые продолжат работу на угле, будут оснащены современными системами очистки. Мы всем с вами знаем, что на сегодняшний день газ, по сравнению с углем, это более чистое топливо, соответственно, меньше выхлопов. И все это будет благоприятно влиять на экологию и состояние атмосферного воздуха. В 2023 году введены в эксплуатацию 4 газовые котельные в Макарове, Александровске-Сахалинском, в селе Кировское Тымовского района и Южно-Сахалинске. Завершено строительство в селе Зональное Тымовского района. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Завершается строительство котельной в селе Ясное Тымовского района. Ведется строительство в рамках концессии 15 газовых котельных. 8 в Долинском районе и 7 в Корсаковском. Планы на текущий год были и по поводу проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. К концу года обновили внешний вид на одно здание больше запланированного. План на 2023 год. Провести капитальный ремонт 386 конструктивов в 184 домах. Собственники квартир принимали активное участие в процессе. Они всегда были на связи с подрядчиками. В этом году у нас как идет цифровизация, как в целом, как отрасли, так обязательно не обходит и капитальный ремонт многоквартирных домов. Я хочу обратить внимание, прежде всего сейчас еще раз гражданам, то есть на сайте фонда капитального ремонта мы сделали отдельный ресурс, отдельный сервис. Он так называется «Найти свой дом». То есть на вопрос, когда будет проводиться капитальный ремонт, выполнено, сколько было собрано средств на его проведение, все можно увидеть, войдя в строку поиска, войти в свой дом, и мы увидим всю историю, как ретроспектива событий, которые вам предшествовали, то есть что было с фотографиями, с актами выполненных работ, с вносами, которые были уплачены, и те планы, которые у нас определяются. Ремонт мы осуществляем по конструктивам, то есть можно будет посмотреть, соответственно, когда, в каком периоде будет стоять крыша, фасад, внутреннюю инженерную систему и так далее. Специалисты отмечают, что платежная дисциплина собственников жилья увеличивается, что помогает качественно и оперативно проводить работы. Однако направляются средства не только сахалинцев, но и из регионального бюджета. Около полутора миллиардов рублей ежегодно закладывается на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Также обеспечивается плюс со стороны муниципальных бюджетов. Это порядка 200 миллионов в текущем году. То есть в целом программа, которая у нас была планирована с 84 дома текущего года, то есть она в финансовом аспекте стоит 2,8 миллиарда. И основная часть – это средства регионального бюджета. О предстоящих домеработах собственников жилья уведомляют заранее. За несколько месяцев до наступления календарного года фонд в обязательном порядке индивидуально через квитанции или на общем собрании собственников. Проведена работа. Все стройки у нас определенные. Естественно, везде существует информационный щит. Указаны соответствующие лица, которые осуществляют контроль от фонда капитального ремонта. В процессе к ним можно будет обратиться. Это всегда инженер строительного контроля. Когда оперативно он сможет принять, есть какие-то вопросы, как интересуют, как по поведению ремонта. Или, к сожалению, бывают, естественно, недочеты. Они оперативно будут решаться. Все планы, какими бы амбициозными они ни казались вначале, выполнены. Специалистам жилищно-коммунального хозяйства даже удалось увеличить эти показатели. Однако уже сформированы планы на следующий год, которые также будут отработаны оперативно, профессионально и качественно. О том, что еще делают в области для комфортной жизни горожан, мы расскажем вам в наших следующих программах. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok